День Победы праздник, который отмечают в каждом городе, в каждом поселке, в каждой деревне России. Из года в год люди всех возрастов без принуждения нескончаемым потоком направляются к памятникам и мемориалам. Возлагают к ним цветы и венки. Жители совхоза имени Ленина встретили День Победы праздничным концертом, в котором приняли участие все творческие коллективы местного Дома культуры. Конечно, главная цель таких концертов – это память о героях, которую каждое поколение передает последующему с помощью песен военных лет, поэзии и воспоминаний. Для меня главное, как для главы поселения, как просто для человека, чтобы мы помнили те годы и чтобы никогда в жизни больше не повторилось это над нашей страной, над нашим местом, где мы живем, чтобы... Я помню, есть стихи, автора не вспомню. Я не хочу, чтобы голос Орудийной Канонады услышал мой ребенок, мой и твой. Я не хочу, чтобы голод Ленинграда коснулся их блокадной рукой. Вот действительно не хочу. Также для всех была организована полевая кухня, и желающих попробовать вкусную гречневую кашу оказалось очень много. Каша очень вкусная, все вкусно. Чай сладкий и хороший, горячий, все горячий, очень. Хорошо, спасибо вам большое. Очень понравилось. Это действительно ощущение того, что вот как наши деды, ну их, наверное, прадеды уже воевали, как они ели, как они отдыхали, наверное. Вот, поэтому, конечно, очень приятно участвовать в таком мероприятии. Каждый год для жителей организовывают целую череду мероприятий, ведь праздник Победы любим всеми от мала до велика. Я считаю, что День Победы это главный праздник вообще у нас у всех. Никакой не день рождения, не Новый год, ничего. Если бы не было Дня Победы и победы наших бабушек, дедушек, некоторых мам, пап, то не было бы никого вообще из нас. Сколько бы ни прошло времени, значение подвига нашего народа в этой войне никогда не уменьшится, и слава героев тех времен не померкнет. Анастасия Воронина, Владимир Андрианов, Елена Кошлева. Видное ТВ.